Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В имя имени. Иоанн Златоуст на слова о звезде и волхвах говорит. Много нам нужно бодрствовать, много молиться, чтобы суметь изъяснить это место и узнать, кто были эти волхвы, откуда и как они пришли, и кто побуждал их к тому, и что то была за звезда. Но если угодно, предложим лучше наперед то, что говорят противники истины. Дьявол так овладел ими, что они и здесь находят повод вооружаться против слова истины. Вот что говорят. Вот сказано, что и при рождении Христовым явилась звезда. А значит то, говорят они, что астрология есть наука несомненная. Но если Христос родился по астрологическим законам, то как же он и истребил астрологию и отверг судьбу, заградил уста демоном, изгнал заблуждения и не спроверг всякого рода волхования. Да и что узнают волхвы по звезде его, что он был царь иудейский, но он был царем неземного царства, как и Пилату сказал, царство мое не от мира сего. Да он и не показывал себя царем, но не имел он при себе ни копьеносцев, ни щитоносцев и ни коней. Словом, ничего подобного. А вел жизнь простую и бедную. Но если волхвы и знали, что он царь, то и зачем они приходят? Какая же причина побудила их? В надежде каких наград из такой отдаленной страны они идут поклониться царю? Перейти такой дальний путь и только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в Пелинах и бедную мать? Кому принесли дары и для чего? Разве было установлено и принято в обычае так изъявлять почтение всякому рождившемуся царю? Для чего же они поклоняются? Если для настоящих выгод, то чего они могли ожидать от младенца и от бедной матери? Если в надежде будущего, то как они могли знать, что младенец, которому они поклоняются, когда был еще в Пелинах, вспомнит о них, о том впоследствии, положим, что мать ему в том напомнит, что подвергали его явной опасности, так как Ирод, смущенный ими, расспрашивал, разыскивал и прилагал все меры умертвить его. Да и где бы то ни было, а младенец, который родился от честных людей, сказать, что он будет царем, значит только предать его на смерть, навлечь на него множество бед. Видишь, сколько открывается несообразности, если судить об этом событии по ходу дел человеческих и по общему обыкновению. Начнем со звезды Христовой. Если мы узнаем, что это была за звезда и какая, обыкновенная или отличная от прочих, действительно ли была звезда или только имела вид звезды, то легко будет понять все прочее. Откуда же узнать из Писания, что она была не обыкновенная звезда и даже не звезда, а как кажется мне, какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды, это доказывается, во-первых, самим путем ее. Нет и не может быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что Солнце и Луна, все прочие звезды идут от востока к западу, а эта звезда вела от севера на полдень. Именно в таком положении находится Палестина по отношению к Персии. Во-вторых, тоже можно видеть из самого времени, она явилась не ночью, а среди дня, при сиянии Солнца, что не свойство не только звезде, но и Луне. Хотя Луна больше всех звезд, но при появлении солнечного света тут сейчас скрывается и делается невидимую. Звезда же Христова превосходством своей блеском преодолела самый свет солнечный и была яснее Солнца. И как оно не блистательно, а она сияла больше. В-третьих, доказывается тем, что звезда то является, то скрывается. Когда вы вышли в Палестину, она была видна, указывала им путь. А когда вы вошли в Иерусалим, она скрылась. А потом, они сказав Шиеруду, зачем пришли, оставили его и собрались в путь. И звезда опять явилась. Это уже есть движение не звезды, а некоторой совершенно разумной силы. Она не имела своего определенного пути, но когда нужно было, остановилась. И стояла во всем, соображаясь с их нуждою, подобно столпу облачному, по которому полк юдеев и останавливался, и поднимался с места, когда нужно было. В-четвертых, тоже ясно можно видеть из самого способа, каким звезда указала место. Не с высоты неба, а указала. Но чтобы указать его, опустилась вниз. Сами знаете, что обыкновенной звезде нельзя показать так мало места, какое занимала хижина и особенно вмещалось тело младенца. Так как высота, не измеряемая его, то она не могла бы собой обозначить и определить такого тесного пространства для желающих узнать его. Об этом всякий может судить по Луне. Так скажи же, как бы звезда указала такое тесное место и хижину, если бы не оставалась на высоте и не сошла вниз, и не стала над самою главою младенца. Это самое дает разуметь и евангелист, который говорит, и звезда шла пред ними, доколе свершедши не указала на младенца. Матфея 2 глава 9 стих. Видишь, сколько доказательств на то, что эта звезда была необыкновенной и явилась не по законам внешней природы. Но для чего же тогда явилась она? Для того, чтобы обличить нечувственных иудеев и лишить их неблагодарных всякого способа к оправданию. Так как цель пришествия Христова была та, чтобы отменить древние правила жизни, призвать всю вселенную на поклонение себе и принимать это поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая через чуждых научить своих. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христова, не обращали на то особого внимания, Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о царе, родившемуся у иудеев. И они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков. Бог сделал это для того, чтобы дать им вернейший способ убедиться, если будут благоразумны или лишить всякого оправдания, если будут упорны. В самом деле, что могут сказать свое оправдание иудеи, не принявшие Христа после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов, которые по явлению только звезды приняли его и поклонились явившемуся. Итак, с волхвами Бог поступил так же, как с неневитянами, которым послал Иону, так же, как с Самарянкой и Хананьянкой. Потому и сказано, мужи Неневии восстанут и осудят, и царица южная восстанет и осудит род сей. Матфея 12 глава. Потому что они поверили меньшему, а иудеи не поверили и большему. Ты спросишь, для чего Бог привел волхвов к Христу такими явлениями? И как же бы надлежало послать пророков, но волхвы пророков не приняли бы? Дать глаз свыше, но и глазу бы не вняли. А послать ангела? Но и того не послушались бы. Потому Бог, оставивши такие средства по особенному своему снисхождению, употребляет для призвания их то, что было им больше знакомо. Показывает большую и необыкновенную звезду, чтобы она поразила их и величиной, и прекрасным видом своим, и необыкновенным течением. Подражая этому, и апостол Павел, когда рассуждает с афинянами, начинает речь о жертвеннике и приводит свидетельства из их стихотворцев. А когда проповедует иудеям, говорит об обрезании, уча живущих под законом начинать с жертв, так как всякий любит то, к чему привык. Но к этому применяются и Бог, и люди, посылаемые им для спасения мира. Итак, не думай, чтобы недостойно было Бога призвать волхвов посредством звезды, иначе должен будешь отвергнуть все иудейское жертвы, и очищение, и новомесящее, и ковчег, и самый даже храм. Потому что все это допущено по языческой грубости иудеев. И Бог, для спасения заблуждающихся, с небольшим изменением допустил в служение себе то, что наблюдали язычники при служении демонам, чтобы понемногу, отвлекая от языческих привычек, возвести к высокому любомудрию. Так поступил он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, чтобы потом удостоить высшего. Все это сказано мною для объяснения написанного звезде. Вы же сами, может быть, в состоянии сказать и более. Сказано ведь, дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Притча 9, 9 стих. Господу нашему славу в веки веков, родившемуся ныне. Аминь. Аминь. Аминь.